добрый день дорогие друзья сегодня пятница и представляете я сегодня проснулась под занял будильник я выключила с полной уверенностью что сегодня суббота ну такая лежу вернее уже так сплю тут кошки вокруг меня кружит чтобы их покормить в какой-то момент я понимаю что сегодня вообще ни разу не суббота просыпаюсь с такой паникой думаю ну все думаю уже часов наверное 9 а я тут дрыхну думаю опоздал на работу вообще соскочила смотрю время 630 ну ну все ладно это не критично в общем успела я все одеться как говорится покушать накраситься в общем собраться на работу и сейчас выезжаю причем даже вполне в нормальное время ну что ребятки прибыли на работу сегодня нам с вами предстоит съездить за загранпаспортом в общем всего у меня уже пришло оповещение что он готов но там приемные дни по моему вторник среда пятница в общем обнаружила я это где-то в среду поэтому в среду я уже естественно не поехала поэтому поедем сегодня с вами днем за паспортом ну что время 10 может там сколько-то минут 11 я как сказал вам раньше направляюсь в город за паспортом ищу свою машину все машины сейчас достаточно грязные и моя в числе смотреть какая вся грязная завтра в субботу я планирую ехать маме и ее помою в общем но сейчас с нашими дорогами все машины немногим чище а кто и по у похуже в общем все надо мной смеются с этим паспортом солнце светит очень ярко прям по весеннему я так даже думаю что наверное скоро очень нужно одевать более легкие куртки как видите я уже хожу без шапки в принципе шапку меня вот лежит так ну что паспорт я получила вот он теперь мне два паспорта мне кто-то писал в комментариях что второй раз получать паспорт быстрее а первый очень долго ну я не знаю возможно со временем все меняется но сейчас вот для того чтобы получить за гран паспорт мне было нужно минимум каких-то усилий то есть мы на гос услугах заполнили форму единственное там нужно было заполнять по своей трудовой деятельности трудовой деятельность также мы получили в электронном виде на каком сайте я не помню но тоже какой-то связанный с гос услугами там в принципе все очень понятно написано в общем то не занял у нас никаких проблем нигде не было никаких проволочек никаких очередей то есть все максимально максимально быстро я просто очень хорошо помню как раньше все обстояло с этими делами по получению каких-либо документов сейчас конечно небо и земля то есть я хочу сказать наладить работу при желании вполне возможно в любой сфере вот здание паспортного стола и милиции я не буду вам показывать что я не знаю можно вообще в наших реалиях показывать такие объекты находится она в исторических зданиях это насколько я помню здание училище которое построил какой-то из меценатов купцов нашего скопина состояние в общем то так себе много всяких каких-то пристроек к нему пристроена крыльцо находится в таком не очень приглядном виде в общем не у одного этого здания вообще тут как бы комплекс этих зданий в общем ну так себе но оно из красного кирпича держится скажем так дороге заехала сюда вот к семейному магниту купил павелецкий хлеб очень мне нравится наш павелецкий хлеб здесь палаток много у нас на побединку тоже привозят в один магазин павелецкий хлеб вот из всех хлебов которые здесь самый вкусный конечно я покупаю в пятерочки ну в общем когда грубо говоря закупаюсь уж не охота мне еще куда-то ехать вот а так если есть возможность покупаю павелецкий до хлеб который там пятерочки он грубо говоря несколько дней лежит и как бы он такой как свежий а павелецкий в общем-то на следующий день уже черствеет ну как и должен в общем-то хлеб я так думаю что это признак натуральности а вообще очень вкусный у меня мама у нее хлебопечка и она печет хлеб но она все и меня склоняет к тому чтобы я тоже купила но честно говоря мне лень этим заморачиваться она сидит дома в общем-то но по качеству я не могу сказать что вот хлеб из хлебопечки сделаны своими руками очень сильно лучше например вот такого же павелецкого то есть в общем то в принципе я не вижу например вот при наличии хорошего хлеба не вижу нужды брать хлебопечку хлебопечка нужно там где вот есть такие деревни где грубо говоря машина приезжает с продуктами раз в неделю или два раза в неделю тогда наверное есть смысл брать хлебопечку печь хлеб самим на улице довольно таки тепло я даже в машине выключил печку и вон открыла немножко окошко еду и вспоминается строчки из песни солнцем залитый апрель на самом деле весна она вот как заливает светом все тем более еще есть вот нет смотреть на полях хоть уже есть проталины он отражается и вообще светов много вышла я с работы и знаете прям приятно так первое что сделать снять маску у нас даже под маску такие большие сделали урны ну то есть нестандартные прям большие специально для масок все выходят снимает и берем сразу свежий воздух в рязанской области пока не отменено решение носить маски не выполнен там какой-то ряд условий там по заболеваемости еще там почему-то в общем но все-таки я думаю ближайшее время наверно отменит сейчас пандемия не такая актуальная тема как некоторые другие